Осаночку держим. Чуть-чуть плечики соединили, плечики опустили, лопаточки соединили, голову ровненько вперед. Инструктор Анна Копровчук подбадривает своих подопечных. Бабушки стараются правильно выполнять технику. Кое-кто даже пошел на рекорд, делает уже пятый круг. За что получают комплимент от наставницы, умницы и красавицы. Почти у всех скандинавок есть успехи. Многие за год существенно поправили здоровье. После того, как я схожу на занятия, я чувствую целый день себя очень энергичной, веселой. И я бы даже желала, чтобы они были почаще, потому что они мне очень-очень помогают. И я бы хотела призвать всех старушек уже в возрасте, чтобы они поднялись с дивана, вышли на свежий воздух и с нами вместе за компанию пошагали с палочками. Результаты появились уже через пару месяцев после начала занятий. Исчезла дышка, перестали болеть спина и суставы, повысилась двигательная активность. Женщины смогли преодолеть расстояние от листвянки до больших котов. Покорили скальник и витязь. Однако спортсменки решили не останавливаться на физических успехах. Для меня очень приятным результатом является то, что когда я на днях обзванивала тех, кто у нас занимался и перестал ходить на тренировки, мне пять человек сказали, а мы вышли на работу. То есть они настолько взбодрились, что у них появились силы не только быть дома или не только быть дома и регулярно гулять на свежем воздухе, но и найти и устроиться и регулярно работать. Скандинавская ходьба считается всесезоновым и самым дешевым видом фитнеса. Палки стоят дешевле, чем беговые кроссовки. Техника тоже проста, но ставить ее лучше с инструктором. Поэтому двери клуба скандинавской ходьбы всегда гостеприимно открыты для новых участниц. Елена Мильвитт, Антон Бархатов, Местное время.